Людмила Широкова донор с 1998 года. 98 раз она сдала плазму и более 30 раз кровь. Своих знакомых и родных Людмила призывает присоединиться к этому благородному делу, и многие уже последовали ее примеру. Сегодня по новым требованиям законодательства вся информация о донорах зашифрована, и пациент не знает, чью кровь ему перелили. А раньше в День донора в отделении переливания крови устраивали праздники, на которых пациенты встречались с людьми, которые спасли им жизнь. Как-то один раз нас вызывали, женщина рожала, и мы, у нас очень было много доноров, ей нужна была плазма, и вот нас всех благодарили, вот как раз эта женщина роженца. Ну, конечно, это непередаваемые ощущения, то есть за себя горд. В Сарове около 600 доноров. Интерес к этому благородному делу растет. В начале 2000-х желающих сдать кровь было мало, тогда на выручку пришла воинская часть. В 2005 году КБ-50 совместно с ВНИФ разработали программу поддержки доноров, а во времена обострения пандемии на помощь пришли медицинские работники. Главный принцип донорства – не навреди. Сдавать кровь могут только здоровые люди, при этом перед процедурой их осмотрит врач. Стать донором могут не все. Есть ряд противопоказаний, при которых человека не допустят до сдачи. Это, например, порог сердца, перенесенный гепатит или сифилис, ряд других заболеваний. Таких людей пожизненно отводят от донорства. Есть и временные противопоказания. Переболел ковидом, переболел бронхитом, переболел, ну, гастрит был, обострение. То есть состояние обострения, конечно, любого заболевания не берется. Сделал, например, пирсом. Тоже определенное количество времени мы отводим таких. Сделал татуировку. Тоже на 4 месяца будет отведен. Сдавать кровь и ее компоненты можно с 18 лет и до того времени, когда человек еще в состоянии это сделать. Если никаких противопоказаний нет, то донорам нужно посмотреть на показатели донорского светофора на сайте КП-50 и выяснить, в какой группе резус-факторе есть потребность на данный момент. Нам иногда задают вопрос донора, почему вот зеленым горит и горит моя группа, а вы меня не берете. Ну, потому что вот сейчас, в сей момент, эта кровь просто не востребована. А взять ее, а потом утилизировать. Кстати, и утилизация-то у нас тоже, потому что мы же ее просто не выкидываем. Мы ее должны автоклавировать, сложить в специальные мешки, отнести в автоклав. Если горит красный, доноров приглашают записаться по телефону в 6-00-98 и прийти в ближайшее время. Желтая означает, что кровь данной группы и резус-фактора в достаточном объеме. Но скоро запасы, возможно, потребуется пополнить. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРО-24.